МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости и коротко о главных темах в этом выпуске. Сняли жилье на сутки, чтобы обокрасть. Махачкале задержали молодую пару, промышлявшую кражами в съемных квартирах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вдохновлять личным примером прославленная спортсменка приехала на малую родину с новым благотворительным проектом. Духовный центр пророка Исы объединяет народную стройку, посетила делегация народных избранников. Сняли жилье, чтобы обокрасть. Сотрудники полиции задержали молодую пару, укравшую бытовую технику из арендованной посуточной квартиры. Ими был вынесен телевизор стоимостью 22 тысячи рублей. Владелец в квартире, как только получил ключи и обнаружил пропажу, заявил о краже в полиции. По горячим следам преступники были установлены и задержаны. А похищенное возвращено владельцу. На подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо лечением свободы на срок до 5 лет, с ограничением свободы. Наказание не обошло стороной и самого владельца квартиры, который незаконно сдавал помещение. На хозяина жилья составлен административный протокол. Также в ходе средствия полицейские установили, что задержанная пара совершила аналогичное преступление по улице Насурдинова. Там они обокрали другую квартиру на сумму более 200 тысяч рублей. Сегодня в Дагестан приехала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева. Цель ее визита – это организация и открытие фестиваля «Каждый ребенок достоин пьедестала», который проводится благотворительным фондом спортсменки. Встреча прошла сегодня в волейбольном зале стадиона, названного в честь Исимбаевой. Моя коллега Карина Баталова была там. Ей слово. В последний раз знаменитая олимпийская чемпионка по легкой атлетике была в Дагестане 11 лет назад. С тех пор ее честь назвали целые стадионы, с нетерпением ждали приезда. Сегодня она здесь. Все внимание детям. В этом соревновании ей предстоит выбрать сильнейших. Одни плохо слышат, и другие плохо видят. Здесь более 150 участников и все из социальных учреждений республики. Это коррекционные школы и дома для сирот. Для этих детей приехать сюда – это целый спортивный праздник. Маленькая Фатима еще не знает, кто такая Елена Исимбаева. Для нее она красивая и строгая женщина в жюри, которая вынесет вердикт ее танцевальной группе. Чтобы приехать сюда из Избирбаша, детям пришлось проявить немало терпения и усилий. Мы тренировались каждый день, забирали нас сначала с уроков. Говорили, что мало остается времени. Забирали с уроков, репетировали, волновались. Приезжали сюда с волнением. Все волновались перед тем, чтобы не забыли все движения. По результатам соревнований две лучшие команды в сентябре отправятся в Волгоград для участия в финале. Это будет трехдневный праздничный форум, где сильнейшие команды будут соревноваться между собой в различных видах спорта и участвовать в образовательных и мотивационных программах. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В это же время совсем рядом на стадионе тысячи школьников из Махачкалы собрались, чтобы начать утро с зарядки, а точнее поучаствовать в массовом флешмобе, запущенном проектом «Трезвая Россия». Мне передали эстафету молодежь города Дербента, и мне, учитывая, что приняла эстафету, захотела сделать что-то интересное. Но, конечно же, было интересно сделать это вместе с нашими учащимися, педагогами, потому что это здоровый образ жизни. И сегодня у нас начнет утро с зарядки, флешмоб, где ребята у нас символизируют флаг Российской Федерации. Акция уже прошла в Дзербенте, Кизляре, Южно-Сухокумске и многих других городах и селах Дагестана. В ней приняли участие более 15 тысяч человек. Сегодня в образовательном учреждении «Ватан» прошел семинар-практикум «Ярмарка идей». Главная цель – улучшить взаимодействие между частными и муниципальными детскими садами. Подобная встреча поможет наладить контакт между коллегами, а также поделиться педагогическим опытом. Мы хотели обменяться опытами, повысить уровень профессиональной деятельности наших воспитателей и, конечно же, познакомиться, подружиться и общаться друг с другом. Всего здесь собрались представители восьми учреждений из Махачкалы и Каспийска. Они выступили со своими докладами. Среди них немало инновационных проектов, таких как технология «Лэббук», «Нанотехнология», «Геокейшинг» и другие. Вы знаете, вроде бы мы все знаем компьютеры, вроде бы понимаем. Но если мы будем владеть педагогическими технологиями, а именно методикой обучения, совершенно другие занятия, совершенно другие уроки. Делегация дагестанских парламентариев во главе с председателем Народного собрания Дагестана Хизришик Саидовым посетила строящийся духовный центр имени пророка Исы. Гостей встречал муфтии Дагестана шейх Ахмад Афанди. Для делегации была проведена экскурсия по будущему просветительскому центру. Гостям рассказали, как идет строительство и ознакомили с проектом Народного комплекса. Далее муфтии республики совместно с председателем парламента посадили саженцы деревьев на территории строящегося духовного центра. Хизри Исаевич отметил масштабы возводимого Народного центра и поблагодарил муфтия, который инициировал строительство комплекса. Муфтии республики, в свою очередь, отметил, что комплекс будет соответствовать всем современным требованиям. Голодать никто не должен, считают сотрудники благотворительного фонда «Инсан», запустившие новую программу по обеспечению едой малоимущих дагестанцев. Уже достигнута договоренность с несколькими точками общепита, где можно бесплатно получить пищу. Но на этом сотрудники фонда не собираются останавливаться. Подробности расскажет Абдулла Алиев. Бедность не порог. Это испытание. Порой для некоторых очень суровое. Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что видим людей, ищущих еду на помойках или прощущих денег у прохожих, чтобы хоть как-то прокормить себя. Это довольно серьезная проблема. Ее взялись решить сотрудники благотворительного фонда «Инсан», придумав новую программу. Мы не могли остаться в стороне и решили запустить отдельную программу в фонде с привлечением общепитов, где будут бесплатно кормить этих людей. Изначально у нас была цель открыть отдельную столовую в каждом городе республики, но мы в дальнейшем поняли, что человек, у которого нет элементарных средств, он находится на окраине города, чтобы элементарно добраться до этой столовой он не сможет. И мы решили, чтобы такая столовая у нас была не одна. И задача стоит, что только в городе Махачкале, чтобы таких 30-50 столовых было, где будут принимать и бесплатно кормить этих людей. Программа уже действует в нескольких городах республики. Ее главная цель – накормить каждого, кто нуждается в еде. Любой человек, у кого по воле случая или из-за тяжелой жизненной ситуации не оказалось денег, сможет теперь бесплатно поесть в общепитах сотрудничающих с фондом «Инсан». Разные будут случаи жизни. Человек может просто приехать в город элементарно на лечении, были бы какие-то большие затраты, человек остался без копейки денег на руках и не может себя накормить. То есть любой человек может обратиться в эти столовые и его накормить. Уже сегодня есть люди, которые отозвались в Махачкале, которые будут запускать такие и кормить людей в своих общепитах. Есть столовые, которые уже в Кизляре мы запустили, уже в Дербенте мы запустили. То есть наша задача, чтобы в Дагестане не было голодного человека. Комплекс «Морям» – одно из тех мест, где бесплатно будут раздавать еду неимущим. Каждый, у кого нет средств на пропитание, сможет получить здесь плов и горячий чай. Как говорит директор комплекса Ахмад Саид Гусейнов, участие в подобной акции для него – возможность быть полезным обществу, возможность поспособствовать тому, чтобы голодающих людей стало меньше. Это такой маленький шажок, чтобы чуть-чуть быть полезным для общества. И я надеюсь, что такие организации, другие, этот пример будет заразительным. Всего лишь быть чуть-чуть нужным для людей, для нуждающихся людей. Каждый вот такой кафе, столовый возьмет на себя такое обязательство. Но я более чем уверен, в Дагестане не останется люди голодные. У руководства фонда Инстан надеются, что в будущем программе подключатся еще больше владельцев пунктов приема пищи. Ведь к делу оказания помощи ближним нельзя проявлять безразличие. Мы знаем хадис порога, где говорится, что не будет веры полноценной того человека, который знает, что его сосед ложится спать голодным. Мы призываем всех людей, которые не безразличны, судьба наших земляков дагестанцев, владельцев общепитов, чтобы принимали активное участие в этом благом деле. Надеемся, что с общими усилиями мы эту проблему, еще одну проблему нашего Дагестана сможем решить. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спортивных новостях. Сборная России по вольной борьбе сегодня прибыла в Бухарест. В столице Румынии спортсмены выступят на чемпионате Европы. В состав команды вошло 10 вольников, пятеро из которых дагестанцы. Это капитан Абдурашид Садулаев, а также победители гран-при Иван Ярыгин, Магомед Курбанов, Магомед Расул Идрисов, Ахмед Гаджи Магомедов и Магомед Расул Газим Магомедов. Соревнования стартуют в понедельник. В первый день борьбы за путевки в финал спортсмены будут бороться в пяти весовых категориях. До 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов. Команда прошла хорошие сборы. Я думаю, команда вполне готова. Мы постараемся показать хороший результат. Сделаем все возможное, да, выиграть. А там как всевышний доход читает. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова